Всем змеиный привет people и снова welcome на канал Fancy Snake. Мы часто говорим о героях по отдельности, но сегодня хотел бы затронуть сразу нескольких, а точнее супер злодейскую команду. Зловещую шестерку. Команду яростных врагов дружелюбного паучка. Коротко я как-то уже делал ролик про команды, но на этот раз мы это сделаем более детально. Итак, приступим. Зловещая шестерка. Или как на инглише Sinister Six. Команда супер злодеев, созданная Стэном Ли и Стивом Дитко, состоит из главных противников паучка. Обычно появляется в различных сериях комиксов о нем. Первая и многие последующие инкарнации команды были организованы Доктором Осминогом, но не только им. Первая зловещая шестерка была образована после трех поражений подряд от Человека-паука, Доктором Осминогом, который сбегает из тюрьмы и решает связаться со всеми супер злодеями, которые когда-либо пересекались с Человеком-пауком. Но только пять из них отвечают – Стервятник, Электро, Крейвен-Охотник, Мистерио и Песочный Человек. Понимая, что у него не получится сдерживать всех злодеев в одной команде долгое время, Доктор Осминог быстро составляет план битвы, по которому каждый отдельный член Зловещей шестерки должен драться с Человеком-пауком в специально отобранной местности. В это время Человек-паук непонятным образом потерял все свои суперспособности и собирался вернуться к обычной жизни подростка. Зловещая шестерка узнает, что Бетти Бран, секретарша Дэйли Бюггел, играет большую роль в жизни Человека-паука. Они крадут ее и прохожую, которая оказывается, как ни странно, тетя Мэй. Питер узнает об этом в офисе Дэйли Бюггел, где Стервятник говорит Джейю Джона Джеймсону, чтобы тот сообщил Человек-пауку о том, что Бетти держит заложников вместе с тетей Мэй. И что если он хочет видеть их живыми, он должен сразиться со Зловещей шестеркой. Несмотря на то, что у Питера отсутствуют суперспособности, он надевает костюм Человека-паука и отправляется спасать Бетти с Мэй. Первым злодеем был Электро на электротехническом заводе. Во время этой битвы Питер каким-то образом вновь обретает свои суперспособности, уворачиваясь от удара Электроэнергии, в результате чего он легко побеждает Электро. После этого он по очереди сражается с Крейвеном, Мистерио, Песочным Человеком и Стервятником, побеждая их всех. Наконец он отправляется сражаться с Доктором Осминогом, который заманит его в огромный аквариум, где хотел убить его как настоящий Осминог. Но Человек-паук и здесь одерживает победу. В дальнейшем Доктор Осминог еще не раз собирал шестерку, но они всегда проигрывали. Возможно еще и потому, что Доктор Осминог не нуждался в команде. Он часто просто использовал других суперзлодеев для своего плана. И случалось даже так, что кто-то из шестерки вставал на сторону паучка, чтобы победить его, как например Песочный Человек. Менялся не только состав, но и число участников команды. Таким образом, известная нам Зловещая Шестерка появлялась названиями Зловещая Семерка, Зловещая Дюжина и Зловещая Шестнадцать. Была также Превосходная Шестерка, организованная Превосходным Человеком-пауком, Доктором Осминогом в теле Человека-паука, в качестве личной команды супергероев, на замену Мстителям, посредством контроля разума ее членов. В конце Совершенная Шестерка выбирается из-под контроля Октавиуса и почти убивает его, при этом чуть не уничтожая Нью-Йорк. И напоследок я скажу имена всех участников Зловещей Шестерки, которых было немало. Крейвен Охотник, Тервятник, Хоп Гоблин, Шокер, Зеленый Гоблин, Ящер, Гидромен, Гок, Доктор Осминог, Мистериум, Носорог, Песочный Человек, Хамелеон, Электро, Жук, Скорпион, Антивеном, Веном, Кувалда, Карнаж, Бумеранг, Нагробие, Страх, Крушитель, Стиратель, Дикобраз, Джек-Фанарщик, Преступный Гений, Демо-Гоблин, Живой Мозг и Циклон. Ну, вроде никого не забыл. Речь про все составы я не буду, так как их было слишком много. Я буду еще не раз говорить про команды, как героев, так и злодеев. В следующий раз расскажу вам про громовержцев, основанную Осборном. Но только как ролик наберет 100 лайков, чтобы убедиться в том, что вам это интересно. А на этой ноте я с вами прощаюсь, вступайте к нам в группу героев злодеев вконтакте и на мир комиксов на фейсбуке. С вами был Снэйк, предлагайте в комментариях про что или про кого вы хотели бы увидеть обзор, и я постараюсь его для вас сделать. Всем сайюна.